Большой город в эфире телеканала Столичное телевидение. Мы замечаем главные события Минска и спешим рассказать о них нашим зрителям. Тема питания кажется не самой главной в общем портфеле школьных задач, но именно еда. Это здоровье, энергия, залог будущего состояния организма, который играет немалую роль, в том числе для успешной учебы. А начинается все со школьной столовой. Что почем и в каких количествах будем обсуждать сегодня с гостем Большого города, заместителем начальника отдела общественного питания ГУПР Мингорсполкома Мариной Дьяковой. Марина Владимировна, здравствуйте. Вот такие вот у нас новшества с нового учебного года. Разработано единое меню. Вот расскажите немножечко, давайте, несколько вводных слов о том, что это за единое меню, что оно себя представляет и в чем основное отличие. К началу учебного года разработано единое примерное двухнедельное меню для всех школ города Минска. Единое меню составлено с соблюдением всех требований санитарных норм и правил. Оно учитывает сезонность, увеличено по сравнению с прошлым годом количество овощей, фруктов. Меню разработано с учетом неповторяемости блюд в течение двух недель. На сегодняшний день мы учли требования рекомендации Министерства здравоохранения об уменьшении количества в блюдах соли и сахара. Эта рекомендация также учтена. Марина Владимировна, убрали соли, сахара стало чуть-чуть поменьше. Добавили молока. Пришла сезонность. Кто-то любит фрукты, кто-то не любит. В основном довольны ли дети тем, как их кормят теперь? Вы знаете, на сегодняшний день, вот по истечении двух недель с начала учебного года, охват горячим питанием в школах города Минска, в школах и гимназиях составил 90%. Поэтому я хочу сказать, что дети с удовольствием идут в наши столовые и с удовольствием едят то, что мы им предлагаем. Потому что к началу учебного года мы в меню ввели, разработали и ввели новые рецептуры. Разработкой этих рецептур занимались технологи комбинатов школьного питания. То есть они провели предварительно контрольные проработки. И после этого мы включили эти блюда в меню. Хорошо. Вот смотрите, сегодня дети, да, они очень часто бывают в ресторанах. Уже говорить о гамбургерах, о чипсах, о газировке, ну, понятное дело, что все дети это любят. И нужно их от этого каким-то образом отучать. Ваше мнение, способна ли на это школа? В наших школах и гимназиях, в учреждениях образования не продаются газировки, чипсы. Они запрещены законодательно. И мы придерживаемся этого законодательства. Естественно, мы не реализуем и не предлагаем детям. Потому что школы несут воспитательные процессы. И мы поддерживаем. Мы хотим тут очень так же воспитывать культуру питания. Марина Владимировна, меню сейчас разбито таким образом, что есть некая сезонность. То есть весной это будет весеннее. Сейчас, соответственно, у нас осеннее меню. В чем его особенность? Ну, особенность в том, что у нас включены в меню блюда из овощей, сезонных овощей. Максимально осенью мы используем сезонные овощи. К зиме будет разработано еще одно меню с учетом особенностей нашей страны и использования уже по сезонности сезонных овощей. Мы говорим о том, что, в принципе, новое блюдо, новое меню – это, в общем-то, наш пресловутый ЗОЖ. Здоровый образ жизни для детей, которые приходят уже к ним буквально с первого класса. Считается, что полезная еда менее вкусная. Вот вы с этим согласны? Ни в коем случае. Доводы в пользу здорового питания. Почему вкусно кушать в столовой, а не брать с собой с собойки, с колбасой, которые часто навязывают детям родители? Ну, давайте будем говорить, мы сейчас говорим о правильном питании. И никакая собойка не заменит ту физиологическую потребность ребенка в белках, жирах, углеводах. В той энергетической ценности никакая собойка не заменит тот обед, который предложен на сегодняшний день в школах детям. И вернусь к тому, что это горячее питание. То есть мы предлагаем суп, мы предлагаем горячее блюдо, гарнир. На завтрак это горячие напитки. То есть это полноценный прием пищи, который удовлетворит потребности в энергии наших детей. А кто занимался непосредственно разработкой меню? Разработкой меню занималось Главное управление потребительского рынка совместно с технологическими службами комбинатов школьного питания города Минска. Мария Владимировна, насколько мы знаем, цены в школьных столовых остались на уровне прошлого года, несмотря на то, что в принципе стали гораздо более разнообразные и там появились сезонные продукты в большом количестве. Да, действительно, мы поддерживаем цены за комплексные обеды на уровне прошлого года. Ну что ж, Марина Владимировна, большое спасибо вам за разговор. Я уверена, что новые блюда придутся по вкусу ученикам. И, конечно же, родителям гораздо выгоднее и приятнее будет своих детей отправлять в столовую, нежели чем кормить их все-таки с собойками, которые, как мы выяснили, не так полезны для здоровья. Спасибо за разговор, спасибо, что нашли время сегодня прийти к нам в студию. Ну а мы ждем в гостях буквально через несколько минут нашего второго гостя из Центра гиенопедемиологии. Как отучить детей от чипсов, гамбургеров и газировки в пользу фруктового компота и отварного мяса? Почему полезнее школьные обеды, чем родительские с собойки? И почему питаться между уроками выгоднее не только для кошелька, но и для здоровья? Выясняла наш корреспондент Оксана Симашко. Ученики столичной гимназии колледжа искусства нагуливают аппетит в считанные часы. Одни после урока математики, другие после физкультуры. После умственных и физических нагрузок самое время подкрепиться. Сегодня у столичных школьников получается очень сытный обед. Здесь и макароны, и котлета, салат, компот, все как положено. Между прочим, теперь в школьных столовах меню обновляется каждые две недели. Причем два дня подряд блюда не повторяются. Девчонки, понравилась вам сегодняшняя еда? Очень! С нового учебного года во всех школах Минска начали питаться по одинаковому меню. Помимо традиционных блюд, здесь драники, пицца и даже шашлыки. Любимая моя еда здесь – это котлета вместе с пюре. Это очень вкусно. Тут часто дают ту еду, которую хотелось бы вообще есть. Ну, обычно и полезную, и вкусную в то же время. Здесь очень вкусно кормят, особенно я люблю здесь шашлыки, когда нам дают, куриные очень. Вкусно еще каша здесь вкусная, макароны, булочки тоже дают. И компот вкусный, здесь как дома. У Полины своих двое, да еще полтысячи детей и школьников. Накормить всех не составляет труда. За 12 лет работы женщина-повар уже изучила все предпочтения ребят. А с новым оборудованием готовить удается еще вкуснее. Новое уже, оно более улучшенное, скорее процесс происходит. И меньше, как-то оно компактнее, все легче, как на пару конвектомат. Кроме того, в некоторых школах Минска поваров избавили от необходимости чистить картошку. Свежие овощи и вакуумные упаковки привозят сразу на кухню. В рецептуре школьных блюд на треть, чем прежде, с этого года меньше соли и сахара. Так, к примеру, остался в прошлом приторный чай. Вместе с тем в рацион детей и подростков хотят включить больше йогуртов, сырков и кисломолочных продуктов. Много очень новинок. К новинкам привыкаем мы, привыкают дети. Много разнообразия молочного ассортимента у нас очень большое сейчас. Сахар у нас уменьшили. Раньше закладка чая была 15 грамм сахара на одну порцию, на стакан чая. Сейчас сделали 12 грамм. Решение об уменьшении соли и сахара в питании школьников было принято не случайно. С незавидной регулярностью в клинике стало приходить все больше внимания подростков с сахарным диабетом и гипертонии. Сегодня абсолютно здоровы лишь 10% школьников. Отобрали школу в городе Минске. Начальные классы взяли контрольную школу на протяжении года. Кормили грамотно детей молочными продуктами ежедневно за свой счет. Медики сопровождали этот проект. Дети стали меньше болеть. Дети стали лучше усваивать материал школьный. О пользе молока наша чемпионка Европы по легкой атлетике Алина Талай знает с малых лет, но особого пристрастия к молоку не питает. Поэтому предпочитает молочные кислые продукты. Ведь в большом спорте без белка и кальция никак. За последние годы мы видим достаточно много информации в интернете. И мы помним из прошлого и кремлевские диеты, и сейчас очень становятся популярны какие-то веганства, какие-то диеты и все остальное. Естественно, очень легко, особенно если кто-то достаточно популярный и харизматичный, детям за ним пойти и не разбираясь, правильно это или нет. И на мой взгляд, очень важно выработать в детях критичное мышление. И все-таки сказать, что надо самим разбираться, надо самим думать и дать им какое-то направление, и они потом уже сами пойдут по выбранному пути. Недавние исследования показали, что городские дети больше предпочитают мочные и мясные продукты, чем сельские. Около 20% страдают избыточным весом. В этом году в школах урезали ассортимент кондитерских изделий в буфетах и добавили больше овощей и фруктов. У нас в буфете продукции только так, которые полезны для детей и которые вкусны детям. Это, во-первых, разнообразные различные салаты идут, это и разнообразные молочные продукции идут в буфете. По слайдостям это только то, что рекомендовано медицинские детки могут употреблять в пищу также. И различные бутерброды, которые тоже пользуются спросом у деток. Вместе с тем школьникам по-прежнему разрешают носить с собойки. Чтобы беречь наших детей дорогих, а главное некачественных продуктов, в белорусские ученые прорабатывают различные варианты. Альтернативой тому виду питания, который сейчас есть, вот эти школьные столы, стандартизированные такие, это может быть именно контейнерное питание. На город большой такой, типа Минска, есть одно производство, которое занимается выпуском готовой продукции в замороженном виде, а дальше она просто разогревается непосредственно в месте потребления, в школах. Там стоят конвенционные печи, и все, совершенно все стерильно, совершенно все гарантировано, совершенно соблюдены все нормы. А вот у профессиональных поваров свое мнение, как приучить школьников оставлять тарелки пустыми. Говорят, главное, чтобы сервировка вкусно выглядела. Можно облечь это в какое-то интересное блюдо другое. Это уже превращается не просто в обязательную какую-то молочку, которая нужна для здоровья, это превращается уже в лакомство. И, в общем-то, через вот такую игру можно приучать школьников и молодежь к правильному питанию. Оксана Симашко, Андрей Иваненко, Большой Город. Это снова студия Большого Города. И сегодня говорим о том, как приучить детей к здоровому питанию, почему эту миссию берет на себя школа. И к нашему разговору присоединилась врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентина Жихарь. Валентина Исаковна, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию поговорить на такую важную тему. Я уверена, что вы согласитесь с тем, что она действительно очень важная. Еще, насколько мы знаем, в начале лета специалисты центра гигиены и эпидемиологии направили письмо в заинтересованные ведомства и в различные госструктуры с просьбой пересмотреть уровень содержания соли и сахара в школьном питании в сторону уменьшения. Соответственно, молока немножечко добавить в школьный рацион. Чем была вызвана эта необходимость? Эта необходимость была вызвана тем, что увеличилось количество населения, в том числе и детского населения, страдающих сахарным диабетом. Блюда в школах, они содержат большое количество сахара. В первую очередь, это чай по рецепторам. Чай, компот, 15 грамм сахара туда помещается в одну порцию. Это, конечно, две, даже немножко больше двух чайных ложек. Это все-таки большое количество. И ежегодно сейчас прирост больных детей с сахарным диабетом значителен. Поэтому, конечно, принято такое решение, чтобы уменьшить количество сахара не только в той продукции, которую выпускает промышленность, но и в той продукции, которую выпускают комбинаты школьного питания. То есть, понимаете, всегда есть риск, что дети, в общем-то, могут отказаться от такого питания, потому что все мы сейчас, ну, будем, наверное, честными избалованы. Ну, это не значит, что полностью лишить детей сладкого. Но так как у нас или чай, или компот, это каждый день, да плюс еще дома, они тоже пытаются по две-три ложечки сахара туда внести, и получается, что это уже избыток. Да плюс еще и сладкое печенье и так далее, и так далее. Сейчас имеются положительные сдвиги питания, потому что этому вопросу в городе было уделено огромное внимание. Поэтому вот первые, так сказать, посещения, мониторинги, которые мы сейчас провели вот по организации питания, уже имеются определенные положительные результаты. Вот. Ну, во-первых, преобразились наши повара. Закупили одежду, спецодежду соответствующую, все аккуратненькие, все в новых формах. Это уже, конечно... То есть ребенок приходит в школьную столовую, и это не сильно отличается от, в общем-то, ресторанов, куда частенько водят сейчас родители наших детей. Да, на тележечках привозят пищу к столам, аккуратненько все. Все это аккуратненько расставляется. Вы говорите о том, что это стало гораздо более цивильно, назовем это так, хоть это и школьная столовая. Давайте тогда поговорим немножечко о приеме вот этих пищеблоков к новому учебному году. Остаются ли какие-то вопросы к ним на сегодняшний день? Значит, в этом году проведены капитальные ремонты с реконструкциями 26 пищеблоков, школьных пищеблоков. 26 – это много. Если раньше 3-4 в год проводили, так капитальный ремонт, полностью комплексный ремонт, то сейчас 26 пищеблоков капитально отремонтировали. Обречено особое внимание на пищеблоки стареньких школ, которые еще строились в 70-е годы и так далее. Привели их в порядок. Значит, выделили отдельно овощные цеха, чтобы не заносить вот эту нечищенную картошку, где-то там в коридорах хранить и так далее. То есть привели в порядок. Следует сказать, что 742 единицы торгово-технологического оборудования приобретаются в школы. Уже 50% уже установили в школах. Новейшего торгово-технологического и 260 штук оборудования, холодильного оборудования. Это тоже очень большое значение имеет. Валентина Исааковна, вы как уже опытный врач-гигиенист, в принципе, взаимосвязь правильного питания и умственного развития ребенка, его успехов в учебе. Вот замечаете, можете прокомментировать? Конечно, замечаем. Что если в школе поставлена хорошо эта работа, если имеется хорошее взаимоотношение с родителями, если хорошо работает совет по питанию, в который входят и завпроизводцы, и администрация школы, и родители, и кабинат школьного питания, и ученическая даже общественность может туда входить. И решаются глобально эти вопросы. Там и успеваемость, и поведение, и другие вопросы, и другие вопросы в школе на высоте. И хочется сказать, что многие школы сейчас, мне очень нравится их работа в том плане, что пишут сочинения, например, или изложения, диктанты. Что я ел этим летом. Полезности продуктов. Продуктов. Какую пользу приносит морковка, которая имеет витамин А, для роста и развития ребенка. А польза молока. Культуру питания в детях нужно воспитывать с самого раннего детства. Мы с этим согласны все абсолютно и полностью. Давайте немножечко поговорим о нормах. Опять-таки напомним родителям, не только преподавателям, и, естественно, поварам в столовых, в школьных. Как часто должен питаться ребенок? Вот по нормам. Вот прям по нашим нормам советским. По нашим советским. Каждые 3,5-4 часа ребенок должен принимать пищу. Каждые 3,5-4 часа. А теперь давайте отметим, что это не только ребенок. Частое дробное питание. Сейчас все врачи во всем мире говорят о том, что это тоже... Да, и даже взрослые. И даже взрослые. И если это четко идет из семьи, то это очень хорошо. И ребенок потом невольно, невольно хочет, не хочет, но он придерживается вот этого ритма. Уже вырабатывается стереотип определенный, который потом закрепляется на всю его жизнь. И даже взрослую жизнь. Поэтому очень важно вот это вот питание. Каждые 3,5-4 часа. Как это вяжется с обойками, которые очень часто многие родители дают детям, думая о том, что это гораздо выгоднее и полезнее, чем то, что дают в школьных столовой? Может, где-то и выгоднее. Вот что-то осталось. Осталась та же колбаса. Осталось кусочек, может, какого-то мяса или чего, значит, сделать бутерброд и так далее. Но нельзя горячее питание заменить с обойкой. Нельзя. Во-первых, с обойкой, он пришел к полдевятому, пришел в школу. Потом его через где-то 3-4 часа он эту с обойкой должен скушать. То есть, получается, что она хранилась при комнатной температуре. И, естественно, он может вместо полезного питания получить какой-то гастроэнтерит. Да, тем более неизвестно, сколько эта колбаса до этого была в магазине, а потом сколько она была в холодильнике, а потом сколько она пролежала без холодильника. Значит, минус с обойки – это то, что мы не знаем, в каком она состоянии, и что с точки зрения гены. Еда в сухомятку, это, как известно, тоже неблагоприятно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. Он травмирует. Как я, выступая перед родителями, всегда говорю, что возьмите за правило, как дома, так и ориентируйте ребенка, что нужно начинать день с каши. Каша – это, как говорят наши диетологи, это поцелуй желудку. Каша обволакивает слизистую желудка. Ну, как про суп говорят. Хоть раз в сутки суп должен быть в желудке. Да, да, да. Смотрите, с собойкой. Я, например, очень часто свою с собойку кому-нибудь отдавала. Я, кстати, сейчас до сих пор отдаю кому-нибудь свою с собойку, если беру ее на работу. Далее это можно опять-таки отдать котику или собачке. То есть нет гарантии, что ребенок это съест. Ну и плюс ты как-то вроде бы не участвуешь в жизни своего класса. Потому что питание – это же тоже такое действие, которое объединяется своими сверстниками. Конечно. Да, конечно, не сравнить с собой с той свежеприготовленной пищей. Ведь в школах нет пищи, которая готовится накануне. Пища всегда свежая. А свежая пища, которая приготовлена за час, за полтора часа до приема, она содержит все витамины еще. По мере хранения вот этих блюд витамины разрушаются. А там они полностью свежее питание. Оно содержит весь комплекс витаминов. Мы провели небольшой опрос, чтобы узнать, каким видят школьное питание ученики и их родители, что необходимо включить в рацион. Я за здоровое питание. Дети должны кушать правильно, сбалансировано. Самые двое деток. И сама хочу, чтобы наши столицы все-таки особо уделяли этому значение. Я вообще считаю, что это должно быть больше фрукты, овощи, что-то такое. Может быть, какие-то, ну, сомневаюсь, что смогут обеспечить свежеожатые соки, но по возможности. То есть что-то такое больше, наверное, растительное. Мне больше нравились супы, допустим. Чем должны кормить? Больше фруктов и овощей, как законы правильного питания. Тем, что детям нравится. То есть, ну, у многих детей, допустим, может быть непереносимость молока, а меньше соли и сахара. Пища не будет такой вкусной, казаться, детям. Ну, должно быть много овощей, значит, ну, зелени, да. Должны быть белки, ну, сбалансированное питание, да. Должны быть и молочные, и мясные, и рыба. Качественной, полезной, непросроченной едой. Картошка, мясо, все натурально, чтобы было никаких не чипсов. Больше овощей. Ну, думаю, что сосиски, колбасы, наверное, надо исключать, надо. Это готовая продукция, там котлеты, беточки, там паровые. Может быть, там каша, сосиски, какие-нибудь котлеты съедобные. Наверное, больше белков, что-то каша какие-то обязательно полезная. Ну, как видите, школьное питание не так далеко ушло от фантазии жителей нашего города. Слава богу. Валентина Исааковна, если еще ребенка как-то можно накормить и удовлетворить макаронами с сосиской или там картофельным пюре, то дети постарше сейчас гораздо более требовательные. Им, в общем-то, уже подавать шведский стол. Будет ли когда-нибудь такое удовольствие для детей? Да, у нас есть элементы шведского стола. Мы не можем полностью сказать, что это шведский стол, но в отдельных школах есть элементы шведского стола. Я могу назвать эту гимназию. Но это можно, это разрешено вот этими нашими нормами. Да, можно шить, типа шведского стола. То есть он приходит, у него выбор блюд, старшеклассник, 10-й, 11-й класс, 9-й класс, он приходит, у него выбор блюд, он сам себе накладывает, салатики, там 3-4 выбора салата, потом второе блюдо и так далее. Кроме того, в школах еще производится такая продукция, типа детских шашлычков. Это тоже мясо, которое просто нанизано на шпажки. И это, конечно, многих заинтересовывает. Они кушают это мясо с большим удовольствием. Валентина Исааковна, вся надежда на школу, так сказать, формирование привычек таких хороших в рамках здорового образа жизни для наших детей. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо большое за разговоры, за ваши советы. Напомню, у нас в студии была врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентина Жихарь. Это снова студия Большого города. Мы сегодня говорили о такой важной составляющей школьной жизни, как питание. На наши вопросы отвечала врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентина Жихарь. Это была программа «Большой город». Мы представляем интересы Минчан и отражаем самые актуальные темы. Каждый зритель может задать свои вопросы. Мы обязательно адресуем его большому начальнику или узкому специалисту. Звоните по номерам горячей линии телеканала СТВ. Всего доброго и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok